Добрый день, уважаемые зрители! Наверное, нет сейчас ни одного дачного или садового участка, где бы не росли луковичные растения. Фактически, как только появляется участок, одним из первых растений туда высаживаются луковичные растения. Нарциссы, тюльпаны, гиацинты, ну что-то в этом роде. Вот, собственно, и я тоже начал здесь свою бытность, когда переехал на вот этот новый участок, ровно год назад, день в день фактически. Первое видео, которое я снимал, было как раз про высадку именно луковичных растений. И сегодня я хотел бы снова вернуться к этой теме, но немножко так более широко ее осветить. Итак, как, собственно говоря, правильно высаживать луковичные растения? Что вообще нужно о них знать? Первое, что нужно знать, луковичные растения рекомендуется периодически выкапывать из земли и опять сажать по-новому. Причем, разные луковичные растения требуют разной периодичности выкопки. Ну, самый долгожитель это подснежники. 10 лет можно их не выкапывать с одного места, но все равно через 10 лет рекомендуется достать и пересадить. Скажем, нарциссы 6 лет, какие-то крокусы, какие-то мускари, где-то раз в 4-5 лет. Но вот тюльпаны, особенно сортовые тюльпаны, если вы хотите, чтобы они так же и продолжали оставаться красивыми, точно так же, кстати сказать, как гиацинты, рекомендуется пересаживать раз в год. То есть, каждый год фактически. Вообще, луковичные настолько разнообразны, и у них такое разнообразные сроки цветения, что, в принципе, правильно подобрав ассортимент, можно с ранней весны, фактически до осени, любоваться цветением луковичных растений. Следующий вопрос. Когда высаживать луковичные растения? Ну, тут есть такое одно общее правило золотое. Те луковичные, которые цветут весной, их высаживают осенью, а те, которые цветут осенью, есть и такие, их, естественно, высаживают весной. Ну, сейчас у нас середина осени, фактически, поэтому поговорим о весенне цветущих. В принципе, конечно, надо учитывать свой регион. Повторюсь, я живу юг Украины, Запорожья, поэтому надо делать корректировку. Но ориентировочные сроки я вам укажу. Ну, если вы живете в более южных районах, в более теплых, соответственно, чуть позже вам надо будет сажать. Если же вы живете в более северных регионах, скорее всего, вам эту процедуру уже нужно было сделать. Ну, на следующий год, может быть, вам эта информация пригодится. Итак, в принципе, первыми высаживают нарциссы. Приблизительно это где-то 10-15 сентября. Очень приблизительный срок. Точно так же в сентябре высаживают и мускари, ну, уже ближе к концу, и крокусы, и гиацинты. И уже самыми последними приблизительно в октябре, а то и в ноябре, вот у нас уже, в принципе, ну, ближе к ноябрю высаживают тюльпаны. Тут главное угадать, надо, опять же повторюсь, следить за прогнозами погоды, и хотя бы за три недели до наступающих заморозков желательно тюльпаны уже посадить, за три недели. Часто спрашивают, а можно ли луковичные высаживать раньше, ну, скажем, летом? В принципе, можно, ничего в этом страшного нет. Только имейте в виду, что эти луковицы просто бесцельно будут лежать в земле. Укореняться они не будут. Укореняются луковичные только когда температура почвы опустится до плюс 10 градусов. Вот если она выше будет, этой температуры, корешки образовываться не будут. Луковицы лежат бесцельно, соответственно, всегда есть вероятность, что они подцепят какую-нибудь болезнь, не дай бог, либо будут повреждены какими-то вредителями, либо вообще съедены какими-то животными. Поэтому, в принципе, можно, но не стоит. Но это говорит о том, что вот эти сроки, которые обычно указывают в литературе или в интернете, там, посадить с 1 по 10 сентября. Они не столь критичны. Можно и раньше это сделать, ничего страшного в этом нет. Ну, а вообще надо сказать, что в садоводстве вот эти правила по большому счету не всегда выполняются садоводами самими. Мало того, часто мы получаем результат вопреки каким-то правилам, которые везде указаны. Поэтому относитесь к тому, что я рассказываю, ну, скажем так, без излишнего фанатизма. То есть, делайте творчески все. Ну, а теперь давайте пройдемся по, собственно, по этапам посадки луковичных, так сказать, пошагово. И первый шаг, который стоит сделать, это правильно выбрать место. В первую очередь, место должно быть хорошо освещено и обязательно не должно быть застоя воды. Будет застоя воды, луковицы будут просто гнить. Следующий фактор. Следует выбирать место с учетом срока цветения того или иного луковичного растения. Ну, вы знаете, что луковичные отцветают достаточно быстро, и на их месте остаются засыхающие желтые стебли, листья. В общем, честно говоря, за это луковичные не особенно люблю. Поэтому выбирайте место посадки таким образом, чтобы, когда они отцветут, начали распускаться листья у каких-то других растений, у многолетников, например, каких-то, либо у кустарников, которые закроют вот этот весь неприглядный вид. Следующий важный вопрос. Какое расстояние должно быть между отдельными луковицами при посадке? Ну, тут тоже есть определенные правила. Скажем, мелколуковичные, ну, типа крокусов, расстояние допускается 2-3 сантиметра между луковицами. Вообще, хочу сказать, чем крупнее луковица, естественно, тем расстояние должно быть больше. Надеюсь, это понятно. Детки. Вот они маленькие, но, тем не менее, расстояние между ними должно быть где-то 8-10 сантиметров, потому что они будут нарастать, увеличиваться в объеме, им нужно места будет много. Такое же расстояние можно сделать для мелких луковиц каких-то, я имею в виду мелкие луковицы тюльпанов, например, бывают такие. Для средних луковиц желательно сделать расстояние побольше, уже где-то 10-12 сантиметров. Для крупных луковиц тюльпанов где-то около 15 сантиметров. Ну, и есть представители луковичных, скажем, лилии с крупными луковицами. Там до 20 сантиметров должно быть расстояние. Теперь такой важный момент, как луковицы перед тем, как садить, обрабатывать. Ну, многие опытные садоводы знают такую проблему, что вот взяли где-то у соседа луковицу, она оказалась, скажем, заражена какой-то болезнью. Посадили у себя в цветнике, и в результате не только эта луковица, не только это растение погибло, но оно заразило все окружающие растения, и ваши драгоценные сортовые тюльпаны тоже погибли. Вот чтобы этого не происходило, луковицы при посадке, перед, вернее, посадкой нужно специальным образом обрабатывать. Ну, во-первых, луковицы стоит очистить от вот этой вот наружной шелухи. Она достаточно грубая, толстая, она все лето пролежала где-то, высохла. Но очищать нужно очень аккуратно, стараясь не повредить донышко, откуда, собственно, будут расти корешки. Поэтому так просто аккуратно руками буквально все это дело обламывать. Это не обязательно операция, но так будет лучше. Самое главное, что когда вы снимете эту шелуху, вы увидите поврежденные места. Бывает, что во время хранения луковицы повреждаются, начинают подгнивать где-то. Вот только сняв шелуху, вы это увидите. Второе. Луковицы желательно перед посадкой обеззаразить. То есть убить всевозможные возбудители, которые на них могут находиться. Ну, в принципе, всегда для этого рекомендовалось использовать раствор марганцовки. Ну, не знаю, как у вас, у нас в Украине марганцовку из аптек изъяли. Найти ее достаточно сложно. Но это не проблема. Существуют специальные фунгициды. Да, в принципе, любой фунгицид подойдет. Можно луковицы обработать, замочить прямо в этом фунгициде. И таким образом убить все возбудители заболеваний, которые там могут быть. Я у себя буду поступать немножко не так. Так, у меня есть вот укоренитель. Я вам его показывал уже, когда мы пересаживали дерен. Буду использовать его. Он точно так же предназначен для замачивания семян и для замачивания луковиц. Почему именно его я буду использовать? Потому что в нем, помимо макроэлементов, азот, фосфор и калий, есть огромное количество микроэлементов, которые нужны нашим луковицам перед посадкой. Которые простимулируют их на хорошее корнеобразование. Здесь есть комплекс витаминов. Здесь есть специальная укореняющая какая-то добавка. И плюс, что для нас в данном случае важно, здесь есть фунгицидная составляющая. Предназначенная как раз для того, чтобы обеззаразить наше растение. Берем литр чистой воды, желательно не хлорированной, ну или отстойной хотя бы. И в литре воды разводим два колпачка данного конкретного укоренителя. Хорошенько все это размешаем. И вот в этом растворе замочим уже очищенные от шелухи луковицы. Выдержим положенное время. Что делать, спросите вы, если при снятии шелухи вы обнаружили поврежденное место? Если повреждение не очень большое, ничего страшного, аккуратненько, аккуратненько, возьмите острый нож и кончиком ножа соскоблите буквально вот это повреждение, сильно не повреждая луковицу. И точно так же обработайте ее фунгицидом обязательно. Причем снимите это повреждение с запасом, как бы затрагивая частично и здоровую ткань, но не глубоко. Если вам не хочется возиться, не хочется вот этим заниматься протравливанием, ну поступайте проще. Покупайте просто уже в магазине, в садовом готовые луковицы, готовые к посадке. Они уже как правило обработаны. Помимо самих луковиц, необходимо еще и специальным образом подготовить сам участок, где вы будете их высаживать. Обязательно накануне перекопайте на глубину штыка лопаты, ну сантиметров 30 глубина такая. И дайте пару дней земле немножко усесться, чтобы она заняла свое нормальное положение. После этого берете вот такой совочек, длинный и узкий, а еще лучше специальный посадочный конус. Поищите в сети, где-то есть видео, я когда-то делал про это интересное приспособление. Ну и выкапывайте ямку. Какой глубины эта ямка должна быть? Классическое правило. Вот высота луковицы, сажается она на глубину 3 высоты. Но опять же здесь зависит от состава самой почвы. Если почва глинистая и тяжелая, можно сантиметра на 3 выше, чем рекомендованная посадить. Если же почва песчаная, ну как в моем случае легкая, то наоборот можно заглубить на 2, а то и на 3 сантиметра. После того, как ямку нужной глубины вы выкопали, строго вертикально донышком вниз сажайте, вставите вернее вашу луковицу. Почему важно строго вертикально? Если поставите под углом, ну часть сил, росток весной будет тратить на то, чтобы пробиться через эту толщу. Не прямо идти, а сначала им надо будет выровняться, а потом уже подниматься. Делать этого не стоит. И естественно после того, как поставили, засыпаем нашей землей, ну ее заравниваем. Очень важно, после окончания посадки обязательно это место замульчировать, веди зима. Вот это я вам показал такую классическую посадку, но я опять буду сажать в свои любимые корзинки. Для тех, кто не знает, что это такое, я отсылаю вас к своему прошлогоднему видео. Вот вверху появилась подсказочка, для тех, кто не знает, если вы нажмете мышкой на эту подсказочку, то вы как раз перейдете на видео, где я рассказываю о том, почему, как и зачем можно сажать луковичное растение вот в таких специальных корзинках. Ну а я с вами сегодня на этом прощаюсь. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой блог на фейсбуке САД Ежедневный Уход. И красивого вам весеннего цветения.